Туру тура чемпионата Испании среди команд 1-го дивизиона. Премера. Сезон 2004-2005 годов. Мы начинаем наш рассказ с матча, который прошел в Севиле на стадионе Мануэля Руиз де Лупера, где местный Реал Бетис принимал чемпиона прошлого сезона и лидера нынешнего первенства в Валенсию, которая имела в своем активе 13 очков и по разности мячей опережала Барселону. Бетис шел 12-м с 5 очками. Гости начали очень активно, особенно итальянские легионеры и валенсианцев. Удар Стефано Фьоре с трудом отразил голкипер Бетиса Антонио Пракс. На 10-й минуте Валенсия вышла вперед. Опять-таки решающее слово сказали итальянцы. Амедео Карбониев бросил из-за боковой на Марку Дивайо. Тот прошел чуть вперед и неотразимо пробил в самый угол ворот. 1-0. Впереди чемпионы. Это уже четвертый гол Дивайо в чемпионате. Клодио Раньери словно в театре аплодировал своим подопечным. Вы обратили внимание, защитники не успели накрыть удар Дивайо. Бетис ответил опаснейшей контратакой. В завершающей стадии которой бразилец Эду едва не поразил правой от Кандисареса угол ворот. Кстати, опытнейший Сантьяго Кандисарес вернулся на пост номер один, пропустив матч пятого тура с Рассингом. А после подачи с углового флажка он ошибся на выходе, не дотянувшись до мяча, но Хуанито пробил выше. Хозяева отыгрались на 30-й минуте. Если гол в его ворота вышел чисто итальянским, то гол Бетиса чисто бразильским. В центре поля грубо ошибается игрок Валенсии. Зеленый проводит стремительную фланговую контратаку и Рикарду делает выверенную передачу на Эду. Тому по пустым воротам промахнуться было невозможно. Сразу пошли объятия, поздравления, типично испано-бразильские. Смотрим еще раз этот момент. Защитники гостей на правом фланге явно зевнули проход бразильца. Рикарду передача. И Эду без препятствий он убьет уже практически по пустым воротам. Так закончился первый тайм. 1-1. После перерыва Бетис завладел инициативой. Снова его фланговая. Атака чуть-чуть не привела к голу. Бенхамин хитро закрутил мяч, до которого Калисарос не дотянулся. Но тот, увы, увы для хозяев, попал в перекладину. Очень коварный удар. Бетис мог забить спустя минут 10, когда после углового к воротам Калисароса вырвался Хуанито. А в сайде у Хуанито не было. Во в сайде был его партнер. И судья вместе с Лайнсманом здорово разобрались с ситуацией. Спас Канисарос. Вот он на ваших экранах. Такой же подвиг повторил и коллега Канисароса. Прац, отразив удар Дивайо в упор. Всю половину поля валенцианцы прошли в три паса. Гости могли журбать победу. Но опять-таки итальянец Бернардо Корраги не попал в ворота после навеса партнера с правого фланга. Итак, Бетис-Валенсия 1-1. В Сан-Себастьяне местный Реал-Соседат, с двумя очками шедший на последнем 20-м месте, встречался со столичным Атлетико, занимавшим четвертую позицию и имевшим на 8 очков больше, чем хозяева. Именно гости могли забить первыми, проведя быструю контратаку. Кемнокожий голландец Кикимусамба кинул мяч с левого фланга точно на голову Форхе, которому чуть не повезло. Зато очень повезло Соседату. Да-да, чуть-чуть левее, и гол был бы неминуем. Хозяева быстро нашли ответ в лице Турканихата. Который, пройдя полполя, ворвался в штрафную Атлетико, но его удар блокировал защитник. Снова в атаке Реал Соседат. На серо с полевому флангу летит бразильский защитник Руссату. И после его прострела мадридец Кольца едва не отправляет мяч в собственные ворота. Это все тот же Турканихат. А вот кольца, посмотрите. Мяч падает в ворота, но попадает в перекладину. На 40-й минуте Баски провалит результативную атаку. Правда, голых команды организовали славяне. Дореду исполнил штрафной. Мяч выбери на правый фланг, где наш Валерий Карпин тут же переправил его в воротарскую. Серп Дарко Ковачевич из таких положений практически не промахивается. Обратите внимание, Ковачевич был абсолютно свободен. Его просто потеряли защитники. Аргентинский гиператлетико Лео Франко, пришедший из Майорки в отчаянию. Итак, после первого тайма хозяева впереди 1-0. Во втором тайме гостей заставил понервничать Турканихат, который дважды пробивал штрафные. В первом случае здорово сыграл Лео Франко, переведя мяч на угловой. Во втором игроку сборной Турции не хватило точности. Кстати, Мехат автор первого гола Сосьедада в нынешнем первенстве. Но и гости показали, что они умеют бить штрафные. Хорхи закрутил мяч с левого фланга точно на дальнюю крестовину. Ну, прямо как Шевченко. В достопамятном матче с Украиной в 99-м году. Тренер мадридцев Сесар Феррандо отдает приказ к катальному наступлению, которое едва не уменьшалось успехом. Прорыв защитника Антонио Лопеса по левому флангу завершился мощнейшим ударом в правую от протаря штангу. Правда, гиперхозяев Асер Ризго успел задеть мяч кончиками пальцев. Вот так родилась первая победа Сан-Себастьянцев в нынешнем чемпионате Испании. Теперь мы перелетаем в Альбасете на матч местного клуба Альбасете Баломпии против барселонского Эспаньола. Хозяева, игроки в белой форме, шли предпоследними двумя очками. У гостей было 10 очков и третье почетное место. Барселонцы нынче выступают отлично, что и подтвердило начало этого матча. Первыми могли открыть счет именно гости. Прострел справа в края делал капитан Испаньола Тамуда. А бил лучший бомбардир команды аргентинец Макси Родригес. Выручил вратарь, который оказался на месте. Затем наступило время ургвайца Антонио Пачеко. Его штрафные удары вызвали бы исчищение на трибунах. Вряд ли Эспаньол выручил бы его отличный вратарь Каменим. Попади ночь точно в створ ворот. Но он летел чуть выше, чуть не точно. Посмотрите. Перекладина. Да, шансов у Камени практически не было. На исходе 44-й минуты едва не отличился защитник хозяев Мигель Буадес. Но и он промахнулся. Так что голов до перерыва зрители не увидели. Во втором теме игроки Альбасетте рванули с места в карьер, постоянно атакуя ворота петалонцев. На 65-й минуте они проводят стремительную многокодовую комбинацию, в результате которой выводят Пабло Редондо один на один с вратарем. Удар Хавбека Альбасетте был неотразим. 1-0 впереди Альбасетте. И здесь защитники дали маху. Посмотрите, они все сместились на правый фланг, а вот слева слева атаки футболистов Альбасетте никого из игроков из Паньола не было. Редондо был один. Удар под опорную ногу. Гоу! На 76-й минуте хозяева остаются в меньшинстве. За грубый подкат против Лопо в поле был удален Давид Санчес. Ну, здесь, как говорится, комментарии излишни. Арбитр Хавьер Турьесно строг, но справедлив. Эспаньол бросается в атаку. Бразилец Фредсон, он с перебинтованной головой, выводит на удар Тамуду. Того переезжает вратарь. А вот далее спасает свою команду капитан Альбасетте Оскар выбит мяч головой буквально с ленточки. Эффектный момент. В конце матча соперники обменялись довольно чувствительными уколами, едва не ставшими результативными. Сначала Иван Далапения выбил на ворота Макси Радрюгиса, но тот в итоге угодил в основание стойки. Правда, вратарь все же задел мяч рукой. А потом не забил Альбасетте. Редондо выбил шикарный пас на француза Лорана Вилла, который вышел на зону на Тарантане. Однако тот не смог переиграть голпитера. Победа Альбасетте 1-0. Эспаньол опускается на 5-е место, а Альбасетте поднимается с предпоследнего на 16-е. Дебютант премьера Хетафи. Футболисты в синей форме, начав чемпионат с трех поражений подряд, занимал после пятого тура малоприятное 18-е место с тремя очками. Атлетик был одиннадцатым. Хетафи принимал Атлетик из Бельбао. Но дома Хетафи играет всегда очень зло и агрессивно, что и подтвердило начало этого матча. Шла только вторая минута, когда после фланговой передачи Рикки Валентин Почон с линии вратарской площади вколотил мяч в ворота Баскова Калуба. И здесь мы видим очень хорошую фланговую атаку. Прострел и с линии вратарской Почон сколачивает мяч в ворота. И здесь защитники явно зевнули Почоном. На 14-й минуте Атлетик мог сравнять счет. Усай с отличным пасом вывел на ворота Хона на Гарсию, но Хетафи выручил вратарь Сархио. Через 10 минут Рикки упускает возможность удвоить преимущество хозяев поля, пробив мимо из выгоднейшего положения. Итак, после первого тайма Хетафи Атлетик Бильбао впереди хозяева поля 1-0. Второй тайм начался так же, как и первый атаками хозяев. На 6-й минуте второго тайма поворотом Атлетика прицельно бьет Ривас. Вратарь Арансубе вытаскивает мяч из левого нижнего угла. Тут же следует ответ на атаку Басков и капитан гостей Хосеба Эчеберия показывает как надо результативно бить по цели. Счет сравнивается 1-1. Хосеба Эчеберия игрок сборной Испании. Очень красиво идет и бьет из подзащитника с левой ноги. 16 минут второго тайма становится роковой для гостей. Совершенно сумасшедший гол забивает Почон. Посмотрите как начудил Каранко незаметивший за спиной Почона и слабо отдавшего мяч Арансубе. Тот растерялся и пробил прямо форварда. Почон ликует его второй гол. Вот видите Каранко отдает пас назад и Арансубе бьет точно в Почона от него уже мяч летит в ворота. 2-1 впереди Хетафи. Через 4 минуты рождается второй хит-трик в нынешнем первенстве. Атака Хетафи правым флангом. Мамо отдает мяч точно на голову Почону, которому не заставляло туда переправить его в ворота. И здесь налицо полный провал обороны гостей. Все побежали отыгрываться вперед, оголили тылы, ну и получайте. 3-1. Вторая победа Хетафи в чемпионате, благодаря которой клуб поднимается на 13-е место, а вот Атлетик откатывается на 15-е. Малага игроки в белых футболках бело-синих. На своем стадионе Ла Росаледа принимала Осасуну из Памплона. Хозяева весьма удачно начали сезон, что выразилось в 9-м месте с 7-ю очками. Осасуна шла 5-й, опережая хозяев всего на 1-ю очко, что и предвещало интереснейшую борьбу. На трибунах плакаты поддержки костариканского форварда Паула Ванчорте, перешедшего в межсезонье из английского Манчестер-Сити в Малагу. Вы видели тренера Григорио Мансану у броски, который руководил своими игроками. Он, видимо, очень толково объяснил, что же должны делать его футболисты, которые тут же провели образцовую комбинацию в завершившуюся взятием ворот соперника. Хорват Иван Леко бросил в прорыв бразильца Амарозу, который в итоге не оставил вратарю Осасуны ни единого шанса на спасение. Гол! 1-0 впереди Малага. Гости могли отыграться до перерыва. Очень опасно бил со штрафного Гарсия. Однако его удару не хватило точности. Да и потом вратарь Малаги, Каталают, контролировал ситуацию и задел мяч рукой. На перерыв команды ушли при счете 1-0 в пользу Малаги. Во втором тайме игра обострилась. Страсти начали перехлестывать через край. Тренер Малаги сохранял спокойствие. Чего не скажешь о его коллеге из-за сосуна мексиканце Хавьере Агире, который очень болезненно отреагировал на желтую карточку, которую арбитр Антонио Рубиниус предъявил Гарсии. Причем предъявил совершенно справедливо. Но Агире показалось, что его команду сплавляют и он высказал судье все, что про него думает. Рубиниус тут же попросил тренера выйти вон, то есть пойти в раздевалку и постыть. Хавьер Агире в прошлом возглавлял сборную команду Мексики. На 61-й минуте Пауло Ванчопе результативно отвечает на поддержку болельщиков, совершив великолепный сольный проход, увенчав его разящим ударом. 2-0 впереди Малага без каких-либо шансов у Ассасуны. Кстати, Ванчопе в Англии называли длинный, долговязый. За его рост, за его гибкость, за его, казалось бы, неокординированность. Но все это не так. Посмотрите, какая у него изящная техника, как он ловко обращается с мячом и как точно хитро бьет по воротам. Костриканец Ванчопе. Ближе к концу матча гости могли отыграть один мяч. Но Сава Милошевич промокнулся, находясь в непосредственной близости от ворот. А пас ему грудью отдавал австралиец Джон Алуизи. Все же последнее слово осталось за хозяевами. Капитан Малаги Фернандо Санс едва не забил метров сорока. Хорошо, что вратарь был на месте. 2-0. Победа Малаги у хозяев стало 10 очков, что принесло им четвертое место, а Сосуна откатилась на восьмое. Прибывший из второго дивизиона Леванте, футболисты в красных майках, на стадионе Сьюдат де Валенси принимал хорошо знакомую на Майорку. Леванте шел на 11-м месте с 7 очками Майорка на 15-м с 4-мя. Первый опасный удар на несколько гостей. Луис Гарсия прорвался в штрафную и хорошо приложился к мячу. Вратарь Леванте Хуан Мора эффектно отразил угрозу. На 28-й минуте блестяще сыграл на правом фланге Коби Вуарец Феликс Этьен, разобравшийся с защитником и сделавшим прострел во вратарскую. А там болгарин Владимир Манчев переправил мяч в сетку. А Манчев очень решительно действует именно в таких эпизодах. Посмотрите, как действует Африканец. Уходит от защитника прострел и тут же Манчев. 1-0 впереди Леванте. Последовала ответная атака Майорки, когда опять лишь мастерство Моры спасло хозяев от больших неприятностей. Гарсия сделал пас на Маркоса, тот пробил рикошет и полет голкипера за мячом. Счет остался прежним, но только на некоторое время, поскольку на 33-й минуте Леванте провел убойную классическую контратаку. Этьен, пробежав пол поля, выложил мяч на Сарфио Гарсию, который в концовке комбинации легко переиграл вратарям Майорки Мигеля Мою. Счастливый Сарфио Гарсия. И счет уже 2-0. Весомая заявка на победу. Свисток на перерыв команду уходят при вот таком преимуществе хозяев поля. После перерыва посланцы Болеарских островов побежали отыгрываться и во время борьбы за верховой мяч после подачи с углового буквально затолкали вратаря Леванте Мору, а головой поворотом хозяев бил Абальестеров. Нет, нет, здесь ничего страшного нет. Небольшой игровой момент. И все же валенсианцы контролировали ход матча. Они были ближе к тому, чтобы забить не один, а еще пару голов островитянам. Однако манчеву и вышедшему на замену Хофре не хватило удачи, ну или мастерства. Вот это Хофре. Посмотрите, удар, мяч впадает. Да, здесь не хватило действительно удачи. Бил он под опорную ногу, попадет точно между ног, быть бы голым. Итак, победа Леванте. Хозяева теперь уже с 10 очками поделись на седьмое место, а Майорка с четырьмя опустилась на последнее двадцатое. На своем родном стадионе Эль-Мадригаль Вильяреал форма желтая принимал Сарагосу. Расклад перед этим матчем был таков. У хозяев после пяти матчей было три очка и 17 место Сарагоса шла седьмой с десятью очками и с интересной разницей забитых и пропущенных мячей 12-11. Гости начали очень решительно, сразу показав свое сильное нападение, причем опасно атакуют не только форварды, но и защитники. Сначала едва не забил бразилец Алвару, а затем промахнулся аргентинец Лусяно Гальетти, совершивший эффектный проход штрафную Вильяреала. Однако первыми гол забили хозяева. На 41-й минуте тоже аргентинец но выступающий за Вильяреал Хуан Роман Рикельме так удачно выполнен угловой, что мяч задев голову Алвару попал в ворота Сарагосы. Но гол записали на счет Рикельме. Ну и правильно, дабы не травмировать хорошего игрока, каковым является Алвару. Это был первый мяч забитый Рикельме в нынешнем сезоне. После первого тайма 1-0 впереди Вильяреал. После перерыва хозяева тут же удвоили свое преимущество. На 48-й минуте Вильяреалу удалась отличная комбинация, которая вывела на ворот Сарагуса сразу двух нападающих Диего Фарлана и Фосе Мари. Уругваяц не стал делиться со своим партнером мячом и, обведя вратаря, закатил его в ворота гостей. 2-0 бывший игрок Манчестер Юнайтед забивает свой второй гол в чемпионате Испании. Хорошая передача. Рикельме делал передачу на Фарлана и Уругваяц закатывает мяч в ворота. Вильяреал прочно владел инициативой, не давая развернуться своему сопернику. Рикельме мог забить и третий гол, но мгновение не поспел на передачу Фарлана с правого фланга. Санта-Дерри на стадионе Эль Сардинеро местный Рассинг встречался с будущим соперником питерского зенита в кубке Ульфа Севильей. Форма красная. Хозяева скромно обосновались четырьмя очками на шестнадцатом месте, а гости с десятью уверенно занимали шестую позицию. Севилья попыталась сразу взять БК за рога забить быстрый гол, а потом дожать своего противника. Очень хорошо смотрелся у севильцев Фернандо Салес. Именно он нанес первый опасный удар поворотом в матче. Увы, для гостей мяч прошел мимо. Арасинка грызнулся неприятной подачей углового. Правда, в последний момент Регейро и Хаве Герреро помешали друг другу и все закончилось для Севильи вполне благополучно. Вот это были самые опасные моменты первого тайма. После перерыва тренер Севильи Хуакин Капарос провел очень удачную замену, выпустив на поле Антони Он тут же завертел карусель у ворот Рассинга мощно пробив и лишь самотверженные действия капитана Муратона выручили хозяев. Мяч попал в него. Больно вы слышали наверное крик капитана. Проходит еще несколько минут и снова в центре внимания Антони который отлично использует передачи слева фланга однако его удар головой вратарь отбил. Рассинг сподобился только на неточный удар Агансу который нанес его сместившись в центр справа фланга защитники гостей внимательно и строго играли в обороне даже чересчур строго на 87 минуте Севилья осталась в десятером за фол против Агансу с поля был удален защитник Пабло Альфаро правда не совсем понятно что там все-таки произошло такое что тянуло на красную карточку вот посмотрите слишком неожиданно и незаметно Альфаро ударил Агансу но это только предположение в суде как говорится виднее в итоге порадовать зрителей забитыми мячами футболисты так и не смогли единственная нулевая мячья в туре Севилья поднялась на третье место Рассенко пустился на предпоследнее девятнадцатое один из лидеров первенства каталонская Барселона на Ноу Камп принимала Нумансию которая занимала тринадцатое место это Франк Рейкард голландский тренер Барселоны которому 30 сентября исполнилось 42 года в прошлом сезоне в это самое время Барса занимала лишь девятое место с шестью очками сегодня и место первое и очков в два раза больше вот только скромная Нумансия совершенно не обращала внимания на величие Барселоны и без всякого пиетета атаковала ворота хозяев этот матч мы показывали в прямом эфире и вы могли выполняться не действия обеих команд как ни странно но инициативой сначала владела Нумансия очень хорошие моменты не использовали Хуан Пабло его удар прошел мимо но затем с подачи корейца Ли Чун Су едва не отличил срос а потом и сам Ли Чун Су не попал под мячу после передачи Нунниса Хазеба пришли в себя только к концу первого тайма сначала Рональдини попытался шестрафного переправить мяч на Хенрика Ларсена но мяч ушел за лицевую линию не совсем точно пробил этот великолепный бразильский игрок хитро закручивал но может быть бразилец метил в ворота а затем Ван Бронкхорст слева фланга сделал нацеленную передачу нацеленная Этто Немеруниц пробил головой но не сильно и точно в руки вратаря перед самым перерывом игроки Нунанси ошиблись передачи подборали с Деку перевел мяч на левый фланг на Рональдини тот на Ларсена Швед рванулся в штрафную пробил но не точно хотя мог отдать на правый фланг совершенно неприкрытому французу Людовнику Жюли вот посмотрите Жюли идет справа отдай пас Швед Жюли Быть бы голову но Ларсон решил атаковать сам После первого тайма нулевая ничья Вторые 45 минут начались неприятного для Барсы инцидента Вышедший на 60-й минуте вместо Этон образилец Эдмилсон пробыл на поле лишь 4 минуты Он неудачно приземлился после воздушной дуэли с Пенедой и получил при этом тяжелейшую травму повреждение мениска и разрыв крестообразной связки Пенеда здесь был абсолютно невиновен вот так как подвернулась нога у Эдмилсона как же это больно неприятно и теперь Эдмилсон в лучшем случае выбрал на полгода Олегер вышел вместо Эдмилсона это президент Барселоны саппорта к сожалению взирает на поле беднягу с поля отвезли прямиком в лазарет на 70-й минуте Барселона все-таки забила гол Ларсон удивительно точно и вовремя главное выпрыгнул на подачу углового и головой послал мяч ворота потрясающий игрок умеет выбрать позицию умеет быть в нужное время в нужном месте и точно пробить поворотом посмотрите рядом с ним прыгал Рональдинио но бразилиец не добирается до мяча тем самым отвлекает оттесняет защитника Нуманси и Ларсон бьет неотразимо гол в мертвую зону вратарь не может помочь своей команде Барса разыгралась и могла забить еще не единожды так Ларсон вывел один на один с вратарем защитника Белетти но тот пробил выше а какой момент не использовал Рональдинио сейчас мы вам покажем этот момент это Белетти бьет мимо а вот момент Рональдинио пас ему отдавал Олегер заменивший травмированного Эдмилсоном последним кто мог отличиться был Деку но его удару не хватило элементарной точности для победы хватило и одного гола Барселона набрала 16 очков на два больше чем Валенсия и стала единоличным лидером чемпионата но Мансия заняла 18 позицию в таблице это герой матча швед Хенрик Ларсон В Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабео Великий Реал принимал Депортиво из Ла Коруни Тренер Корлевского клуба Гансия Рэмон не стал экспериментировать и поставил на игру всех Галактику всех кроме Рональду он травмирован вместо него в стартовом составе получил место Майкл Оуэн наконец-то в чемпионате снова играл Зенеддин Зидан с первых минут вышли Фигу Рауль Бекхэм Роберто Карлос уже одна из первых атак Реала вызвала большие споры о действиях арбитра Фернандо Тексеры который не решился назначить пенальти после контакта португальца Андрада и Рауля ну было или не было нарушение судите сами во всяком случае арбитр не дал свистка новая атака Реала вновь на стри Рауль он бьет но мимо не везет не везет Раулю атаки Реала накатывались словно волны очень активно действовал Фигу Рауль седан мяч упорно не шел ворота снова подача Фигу и защитник Сесар едва не связает мяч в ворота вот этот момент Фигу справа фланга подает и бьет Сесар к счастью для Депора мимо ворот снова смячем Фигу снова великолепная подача Рауль скидывает мяч на Оуэна удар мимо это был пожалуй единственный шанс у Оуэна за весь матч забегая вперед скажем что отыграл но правда не весь полностью был заменен но замена была во втором тайме она снова и снова показывает неудачу Оуэна а это уже Зидан в падении вспоминая свои голы в финале чемпионата мира 98 года когда он помните забил два мяча головой бьет и судя по всему травмирует плечо на 45 минуте следует развязка контратака Депора уругвает Свальтер Пандиане делает удивительную передачу на Альберта Луки тот как Метеор мчится к воротам Реала словно не замечая около себя Мичело Сальгаду Луки выходит на Кассилиса изящно подрезает мяч и тот опускается в сетку Боу в отчаянии игроки Реала досадно прямо скажем не везет Реалу но какая передача Пандиане потрясающая выход Луки и в последней стадии атаки как играет нападающий левой ногой подрезает мяч как парашютом он прилетает через Кассилиса здесь надо сказать что Сальгаду занял неверную позицию не просчитал траекторию полета мяча так закончился первый тайм фигу подъявляет претензии арбитру но видимо за тот момент когда он начал пенальти во втором тайме на 51 минуте происходит ожидаемая замена вот та самая которую я вам говорил вместо Оуэна появляется Фернандо Мориентас Мориентас сразу восстановится заметной фигурой но фигурой увы невезучей забить не может и он блестяще действует голкипер Депора Хусе Молина в прошлом вратарь основной вратарь сборной команды Испании краса и гордость Депортиво особенно опасный момент возникали уже в самые последние минуты добавленные минуты матча как действует Малина здорово на последнем рубеже вот здесь посмотрите Бьет Зидан попадает в защитника и затем удар наносит Фиву какой силы и точности и как играет Молина Браво Молина стадион Сантьяго Бернабео несмотря на то что естественно болел Зареал аплодисментами встретил такие подвиги Галкипра фантастическая игра А на на самой последней минуте Серхио оказался с глазу на глаз с Касилисом но пробил во внешнюю сторону сетки здесь не было никакого офсайда в итоге победа Депортиво 1-0 Реал терпит третье поражение в шести матчах первенства и первое на домашней арене Реал с девятью очками опускается на десятое место это был последний матч нашего обзора на этом я Александр Келагин прощаюсь с вами смотрите лучший европейский футбол на телеканале 7 TV всего вам самого доброго